Чарующими звуками волынки зрители встречают ещё на улице. В фойе фотозона на втором этаже живая музыка. Антураж с порога. В зрительном зале яблоку негде упасть. На премьеру, кажется, пришёл весь город. К этому событию труппа шла 9 месяцев. Благодаря этому театру, где сейчас работаю и директору театра, Вероника Александровна вдруг появился на горизонте – это мечта. Сама пьеса и сам материал очень смешной. Он наш, он родной, он белорусский, он про нас, про нашу любовь, про нашу любовь к родине. И, как все комедии народные, он про любовь к жизни. Много музыки, динамичные танцы, яркие костюмы. В новом прочтении белорусской классики на протяжении всей постановки несколько сюжетных линий. Приключения бедняка Нестерки, которая обладает оптимизмом, острым умом и взаимовыручкой. Не остаётся в стороне любовь. Отношения честного, трудолюбивого Юрося и дочери Гончара Насти, для которой строгая мама присмотрела жениха. Нелепого карьериста-школера. Пьеса Бобруйского театра отличается молодёжностью. Режиссёр совмещает классику и современность. Основное действие на фоне больших резных вытенанок. Ажурные узоры, подчёркнутые подсветкой, которая напоминает зрителю. Это всё ещё 21 век. Не ожидала, что это будет настолько вау. Это такая большая работа. Сколько они танцуют, поют. Я представляю, насколько они устали. Актёры большие молодцы. И вообще, это было очень круто. Вельми цедуна, что спектакль сделан так, что он разумел и усим. И дорослым, и детям. Великий дякую нашему театру, что они перерабили его классичного, современный вариант. Молодь сегодня у нас у театра ходит. Музика Лоскопада – дерзкий эксперимент не только для жителей и гостей города, но и для самих артистов. 85% – музыкальная и хореографическая часть с сохранением первой постановки под авторством Георгия Суруса, который лично присутствует на премьере. Много движений, много энергетики. Для нашего времени, вот такого нашего времени, нового времени, это очень здорово смотрится. Это смотрится, слушается. Я бы сказал, что это модерн такой, нестерка модерн. Спектакль в двух действиях на белорусском языке. Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом. Насладиться нестеркой можно 7 октября в 6 вечера. Стоимость билетов от 8 до 10 рублей. Но ждут в храме Мелепомены не только на премьеры. В репертуаре – постановки для любого возраста и настроения. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.